Доброе утро! Очень рад Вас видеть. Неожиданно Вы вновь пришли. Мы продолжим наш семинар на тему «Как найти духовного учителя». И вчера мы с Вами пытались понять, сможем ли мы сами вот эта тема Бога, общение с Богом. Оказывается, очень непростая тема, очень сложный вопрос. И мы можем, конечно, как сказать, говорить об этом, даже хвалиться друг перед другом. А знаешь, я вот с Богом, а ты? Но в действительности это очень такой сокровенный опыт общения с высшим существом. И для того, чтобы развивать это, необходима целая наука. Это не вопрос какой-то похвальбы друг перед другом, да, похвальства какого-то. Это очень серьезная вещь. И чтобы это развивать по-настоящему, не искусственно, не обманывая себя и других, чтобы по-настоящему это чувство развивать в себе, нужен специалист. И вчера мы говорили о том, можем ли мы сами разобраться в этой науке. И оказалось, Димы нет сейчас, да? А Дима здесь, да. Вот вместе с Димой мы пытались разобраться не то, что в Боге, да? Мы пытались в маленькой жестяной коробочке разобраться. И не тут-то было. И оказалось, что все вот эти вот, то, что мы называем здравый смысл, интуиция, совесть, конечно же, это все есть в нашей жизни, мы этим пользуемся. Однако понять Бога и почувствовать Его по-настоящему может только человек с чистым сердцем. Если сердце нечистое, то и разум будет подсказывающий то, что нам надо. И интуиция будет подсказывать то, как нам обрести, то, что мы хотим. И совесть будет мучить не всегда. Очень обусловлены эти. И если сердце нечистое, то ожидать, что мы сами во всем разберемся, шансов никаких нет. Единственный вариант – нужно обратиться к человеку, у которого чистое сердце. Ну а где такого взять, спросите вы? Много людей сходят со значками, и написано «чистое сердце». Кто из них не обманывает, кто действительно обладает этим. И вчера мы обратились к ведам, и веды говорят, что для того, чтобы кого-то признать специалистом в духовной науке, именно в науке общения с высшим существом, с Богом, у него должно быть два качества – шротриям и браманистхам. Шротриям означает, что этот человек должен быть выпускником университета. Узнаете, кто-то узнал свой родной университет. А вторая вещь, что не только он выпускник, что он там учился, значит, не придумано, аттестат есть, программа продумана, много людей оттуда выходило, мудрых. Но также этот человек должен обладать… Браманистха означает, он должен сам стать преподавателем. Да? Из трехсот человек, которые вчера были здесь на лекции, всего восемь человек обладают способностью преподавать то, чему они учились. И браманистха означает, что этот человек утвердился. Ништха значит «утвердился». Утвердился в духовных качествах. Но от этого легче не становится, потому что мы не понимаем, а что такое духовные качества. И признак такого человека, что у него есть духовные качества, что он духовное счастье испытывает, а не наркотическое счастье. Ведь человек может быть в наркотическом счастье. Вы посмотрите, и он счастливый. Видели, наркоманом счастливых. Может, это вот браманистха, то, что мы как раз ищем. Какой признак, что это счастье не материальное, а то, что оно трансцендентное? Как вы поймете? Не заканчивается. Надо посмотреть, откуда он его берет. Откуда люди обычно берут счастье? Извне, из чувств они берут, из чувств. И таких людей называют годаса. Это обычные люди, это мы с вами. Мы берем это все со внешних вещей. И если у кого-то есть что-то трансцендентное, то какой признак такого человека, что у него какое-то нематериальное счастье? Контролировать чувства можно. Он может сказать, нет, не будем это делать. Говорю, как не будем? Вот так. Потому что есть другой источник счастья. Таких людей называют госвами, хозяин чувств. Вот это вот не подделышника. Это не подделышника. Надо посмотреть, откуда человек черпает счастье. Если он берет это из внешних вещей, из чувств своих, это означает, что он обычный человек. Ну, может, не обычный, но нетрансцендентный. Если же человек черпает счастье какое-то другое, да, из других источников, то тогда этот человек, у этого человека можно спросить, слышь, а как там, с кем ты общаешься, объясни мне, что там происходит. Вот этого человека можно спросить. И я вчера вам не показал два таких значка. Мне нравятся эти значки, они очень такие показательные. Мы говорили с вами вчера, что чем больше вот это я, это сознание, да, сознание, и чем больше сознание сосредоточено на своих интересах, го, даса означает, сосредоточенность на своих чувствах, тем меньше он воспринимает окружающее. Да, человек там устал, заработался, уже, знаете, уже там не замечает, кто рядом, кто не рядом, с кем общаться, с кем нет. Ну, сознание схлопывается. И вот этот знак означает, что сознание стремится, это не медитация, нет, это не йог, нет, это человек, который эгоистичный становится. И противоположность этому человеку, чье сознание расширяется, стрелочка наружу, и чем шире сознание человека, тем больше хороших качеств он может проявлять. Чуткий, добрый, жертвенный. Это все признаки того, что человек шире начинает видеть. И мы вчера эту таблицу, эту диаграмму использовали для того, что, с одной стороны, ее можно использовать, чтобы понять вообще, а мы развиваемся и куда мы развиваемся, и что нас вообще ждет впереди. Если вектор нашего развития направлен в этом направлении, контроль, какие-то ограничения своих эгоистических желаний, это значит, что мы, мы развиваемся. Если вдруг замечаете, что становится больше я, мое, для меня, то это вопрос времени, когда дурные качества начнут проявляться в вас. Это можно иногда спрашивать, как я пойму, но не я, а как вы поймете, вы духовно развиваетесь или нет. А вот на эту таблицу посмотрите. Если вы видите, тенденции пошли в том направлении, все нормально значит, значит, что вы развиваетесь. Если тенденции в сторону Годаса увеличиваются, означает, что, похоже, вы что-то делаете не так, вы деградируете. Да, люди встали на духовный путь или как бы духовный путь и говорят, я вообще развиваюсь или нет? Ну вот смотрите сюда. По тенденциям можете понять. Самому, может, трудно вам оценить, но спросите, проведите социологический опрос, у ближних, и они вам объяснят, куда вы развиваетесь. Окей? Вот. И эта же вещь, если человек до конца сюда дошел, что здесь будет, если до конца сюда дойти? Ну как будет выглядеть полностью деградировавший? Труп. Окей. Жестокий, да, это животное. Это животное. Это животное. А если в эту сторону до конца? Святой. Ну, назовем его святой, но как он будет выглядеть? Вот мы как раз об этом и будем говорить. Нам же такого найти надо. И мы начали вчера с того, что сначала разобрались, разобрались, что позволяет этому Госвами испытывать это счастье необычное, которое позволяет ему контролировать свои чувства. Это что-то серьезное должно ведь быть. Сильное чувство должно быть внутри. И что позволяет ему это чувство испытывать? Какова философия святого человека? По какой философии он живет? И оказалось, что эта философия называется смирение. Правильно? И мы вчера стали говорить о смирении. Это философия Госвами. И так как смирение слово непонятное, мы вчера говорили, ассоциации с неудачником возникают, по-пластунски, которые везде, в лохмотьях, там какие-то, ну, какие-то жалкие люди, да? Поэтому я хотел, давайте еще раз, мы побольше поразмышляем над тем, что означает смирение. Чтобы мы не имитировали или не обманывались ложным смирением. Давайте, это главное качество. Почему Госвами может быть Госвами? Потому что он внутри смиренный. Смирение. Как выглядит? Что такое за философия смирения? И вчера мы разбирали с вами, что такое философия гордости. Это две позиции. Гудас – это гордый человек. Госвами – это смиренный человек. И гордый человек – это человек, который считает, что он обладает чем-то. У него есть способности. Он богатый человек. Богатый человек. Как там говорится? Богатый не может войти, да? У меня столько всего есть. Я столько всем владею, да? И человек, считая, что у него много всего есть, мы сейчас даже не про деньги говорим, а про все богатства, способности, которые у вас есть. Кто-то умеет готовить. Кто-то умеет готовить? Кто-то умеет готовить. Это же чудо. Вы знаете, что это чудо? Если не люди, когда они берут продукты и что-то из них готовят, все говорят, как можно было так испортить продукты? Все же было съедобно. До того, как он коснулся, все было съедобно. А другой человек берет и варит картошку в мундирах и говорит, дай рецепт, как ты так сделал? Кто-то может водить машину, а кто-то не может. Я не могу водить машину. Я удивляюсь, когда люди неожиданно попадают в повороты. Я говорю, как ты так сделал? Он говорит, ну вот как-то вот так. Он даже не понимает, как он это делает. Но это богатство. У нас только богатство. Кто-то может плюнуть на 50 метров. Кто-то может спеть. Совершенно без слуха может спеть. И всем нравится. Как так получается? Как так получается? Это все богатство. Если обычный человек споет без слуха, его закидают стульями. Но когда необычный человек, людям еще и нравится. Говорят, может еще что-нибудь споете нам? Мистика, это же мистика. Мистика значит чудо. И мы пользуемся этими чудесами, которые у нас нам с телом даны. И думаем, ну это что такого? Ну это все чудо. И человек считает, что это его. И вот это называется гордость. Помните, чем гордость к чему приводит? После гордости, что там у нас было? Высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и еще невежество не становится человеком. Но смиренный человек, смирение, мы говорим о смирении, это человек, который понимает такую необычную вещь, что это не мое. Потому что гордиться можно всем, чем угодно. Ведь это все мое. И сразу цепочка начинается. А если это не мое? И вот эта вот важная философия смирения, это мне не принадлежит. Вот если до человека эта вещь доходит, это называется смирение. Смирение означает две вещи. Это мне не принадлежит, не я хозяин. Давайте разберемся, у нас есть, думаю, в законодательстве в российском, кого можно называть хозяином чего-то. Собственник. Это значит, что он может что сделать с этой вещью? Он либо ее создал, либо он полностью ей управляет. Тогда он собственник. Так вот, наши способности, которые у нас есть, мы собственники этих способностей? Мы арендаторы. Арендаторы. На самом деле, вот эти способности, которые есть, кажется, ну я им управляю. Но какие-то вещи я создал, ну в смысле я, ну как бы, развил себе, да, с помощью цигуна, с помощью йоги, с помощью подпрыгиваний, да, с помощью изучения в университете. Я развил эту вещь. Это мое. Но если это твое, почему же иногда оно не появляется? У меня был опыт в моей жизни. Вот я сейчас вот говорю, и я нормально говорю. Язык у меня, все, вот, сильно думать не надо. Видите, бездумно говорю. Само как-то происходит. Думаю, нормально. Но буквально несколько лет назад я не мог разговаривать. Несколько лет вообще не мог разговаривать. Чуть-чуть шепотом мог разговаривать. А мысли не цеплялись одна за другую. Знаете, мысль идет, я думаю, а что дальше? А дальше ничего нет. Или есть, но они, знаете, как вагоны, но паровоза нет. Если это мое, то почему оно отключилось? Вы говорите, это моя рука, но иногда она не работает. Там передавить кое-что надо, оно уже раз, и все, висит. Я с ней, говорю, мозги мои, почему же не всегда работают? Они не подчиняются моей воле. Даже то, что вы называете счастьем, если бы это вашей воле подчинялось, вы бы сейчас сидели печальные? Все бы радировали из себя блаженство. Ну, давайте, включайте. А вы не можете это сделать? Чуть-чуть можете, но все, ну, понимаете, это не наша вещь. И вот это простая штука, но чтобы это понять, нужно быть госсвами. Вот они эту вещь понимают. Но обычный человек, он говорит, это мое. Ну, как твое? Смотри, не было, три года назад у тебя не было голоса. Не помню. Забыл. Мое. Вот сейчас же мое, все, а зачем еще думать о чем-то? Это мое. Вторая вещь, которую человек понимает, что способности не мои. А вторая вещь, которую он понимает, что законы не я устанавливаю. Вот что значит быть хозяином. Хозяин – это тот, это чья собственность, и тот, кто решает, что будет происходить. Он законодатель. Так вот, мне бы хотелось жить по-другому. Знаете, вот так. Кинул этот пультик туда, а назад миллион рублей. Вот мне бы хотелось вот так. Будет так, как вы думаете. Давайте проверим, может? Понимаете, да? Мы, не мы законодатели. Иногда у нас есть это вот, не часто, в основном такая вещь есть. Я сейчас вот это сделаю, сейчас сигареты покурю, а болеть не буду. Я сейчас законы гравитации, значит, спрыгну с дома, а вниз не упаду. Я сейчас оскорблю человека, а мне за это ничего не будет. Так кажется. Но это так работает? Это ведь так не работает. И вот когда до человека начинает доходить эта вещь, что вот эти, то, что на мне висит, это мне выдано. А вторая вещь, что то, что со мной будет, решаю не я. Ну, в смысле, надо понять, что когда говорят, что травинка не шелохнется, да, без воли, это не означает, что, знаете, какие ассоциации, что это просто какой-то кукловод, да, который манипулирует нами. Но это не это означает. Это означает, что дали законы, свобода остается, но вот эти законы не мы определяем. Выдаются законы гравитации, законы кармы, выдаются. Это по его воле. Он законодатель. Но вот как мы выбираем из них, мы в этом свободны. Но когда мы делаем выбор, то вот результаты будут, вот извините, такие. Без его воли и травинка не шелохнется. Но это не значит, что все роботы. Это означает, что люди могут выбирать, а что с ними за это будет, решаются по этим законам. Это вот то, что и травинка не шелохнется. О роботах нет речи. Мы свободные люди. Вот это понятно, да? Не роботы мы, свободные, можем выбирать. Но что с нами за этот выбор будет, решаем не мы. И вот так эти две вещи, что все, что у нас есть, мы получили от Творца. И то, что все здесь его законы, и по его воле здесь все происходит. Вот эти две вещи этот Госвами понимает. Этот смиренный человек, он понимает две эти вещи. Что будет, как вы думаете, делать человек, который это понимает? Вот представьте, что вас озарило. Бабах, так это же все его вообще. Благодарить первое, да? Потом, и все, вот если вот как он решит, все таки будет. От него все зависит. Вот это смирение называется. Я вот смиренность стал, неожиданно. Это же надо его все. И здесь все крутится по его законам. И я как себя буду сейчас все вести? Благодарить буду, да? За что? Что дали, да? Окей, благодарность будет. Нет еще? Что будет? Непривязанность? Я не слышу, кто говорит? Ага. То есть, это же как в коммунистические времена, так же не мое же. Пусть ржавеет. Беречь надо? С какой радостью-то? Давайте представим себе вам, что мы стали святыми, и мы эти две вещи поняли. Что еще будет? Доверие. Доверие? Кто говорит? Почему доверие-то? Потому что, если мы соблюдаем законы, значит, мы будем соблюдать законы. То есть, сразу работает мозг. Если я буду делать, как он говорит, будет самое лучшее, ведь он самый главный, да? То есть, смотрите, благодарность и подчиненность появляется. Да, ведь? Почему такое неподчиненность у гудасов? Потому как, ну, а кто тут главный-то вообще? Это сомнительно. Я то, я, может, я не всемогущий, но многомогущий. Многомогущий. Поэтому, ну, тут как бы, да, а вот здесь уже нет. Этот человек, он очень четко понимает, что надо, у него появляется чувство долга, да? Раз мне дали, слушай, а что тебе должен, а? Столько дали мне. Я что-то должен? Чувство долга не возникнет, если вы не чувствуете, что вы что-то получили. Вот этот человек понимает все. А еще что будет? Почему? Нечего бояться. Окей. Ага. Уверенность, что все нормально будет. Все будет нормально. Все же мы как бы делаем, что надо. И по идее все должно. А вот не возникает такое чувство, что это рабство? А у меня возникает. Просто выхода-то нет. Ну, то есть, знаете, так глаза открылись, и я понимаю, ну, ладно, это, блин, все его оказывается. Ой, и вот это его, и этот телефон его тоже, да? О, видите, понес уже, понес. Пошел возвращать телефон. И потом, ой, и мозги, это его тоже. И я, это его. И я как бы, выхода нет. Это же все его, и все по его законам. И что теперь у меня остается? Ну, ладно. Приперли вы меня к стенке. Что делать-то надо, а? Скажите мне, что делать? Вот. Отдавай. Ну, ладно, уж буду отдавать. А что же делать-то? Аначе страдать придется. Видите, какая интересная вещь. Если он, ну, просто даже человек эту вещь понимает, у него выхода не остается, как только, ну, подчиняться, при том, даже печально как-то подчиняться. Чего радоваться-то? От него все зависит. Чего этому радоваться? Плакать нужно, потому что не я оказываюсь. Я думал, у меня какая-то свобода есть. И теперь интереснее. Подождите, подождите, подождите. Это был риторический вопрос. Это знание неполное. Это знание неполное. Никому там... Вот, представляете, вы приходите домой, и вас встречают печальный человек, жена печальная. Очень рады вас видеть. Выхода-то нет у нее. У нее выхода нет, но как бы в лекции ей объяснили, что обязанности женщины. А ночь и в ад пойдешь, страдать будешь. Ну, понятно. Очень рады тебя видеть, говорит она. Это тебе. И дает ему там пирожок какой-то. С печальным лицом. Понравится, нет? Кому надо? Уйди, иди отсюда. Это неинтересно, правильно? И слава Богу, те, кто достигали этого состояния госвами, они открывают нам больше, что он не просто тот, кто всем управляет, а, соответственно, надо делать то, что он говорит. Он не просто всем владеет, поэтому мы в долгу вообще, намного-много, до бесконечности, мы в долгу перед ним. Но он, оказывается, удивительное существо. Удивительное. В Бхагавангита, в пятой главе Бхагавангита, 29 стих, говорит о трех качествах Творца. Он говорит, что он тот, кто управляет, тот, кто дает последствия нашей кармы, ну, то есть он законодательный. Вторая вещь, то, что он хозяин всего. Откуда я это взял, это из этого стиха. И третье, то, что он лучший друг всех. Он хороший человек. Хороший человек. Очень хороший человек. И не всегда, когда мы говорим о подчинении, обычно, слушаешь, подчиняться надо. И как-то так болезненно становится. Ой, болезненно очень. Школа вспоминается, да? Тюрьма, там, армия. Подчиняться. Приятно было подчиняться там? Нет. Выхода не было. Они сильнее. Но иногда подчиняться, иногда люди подчиняются, и им от этого классно. Если бы я был бы Олегом Геннадьевичем, я бы сейчас сейчас бы вам спел. Но так я лучше скажу. Есть такая песня. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вот вспоминайте песок, там песок на пляже. Представляете, серьезный дядька ползает по песку. То есть идет девушка впереди, как-то мечтательно, как будто, не замечая его, смотрит туда-куда-то, романтично вперед. Мужик ползет по песку с двумя высшими образованиями, бизнесмен. Золотая цепь у него висит. Ну, знаете, как у... А? Ну, да, да. И он ползет и целует... Это вообще не гигиенично. Кто там по этому песку только не ходит? Он идет и целует этот песок. Почему он так делает? Он уже унижается вообще. Он же унижается. Но все с пониманием смотрят на это и говорят, да, вот это любовь. И кто-то... Он себя считает, что над ним издеваются. Он добровольно это делает. Ему нравится, он чувствует свою зависимость, но он привлечен ее красотой. А посмотрите на матерей. Вот кто родил ребенка, да? Вот просто вот посмотрите, как они живут. Это же каторга. Не поспать, не телевизор посмотреть, ничего вообще нельзя. С утра до вечера вокруг он на него крутится просто. Можно сказать, может, заберем у тебя его? Давай заберем. И что он нам скажет? Нет, ты что вообще? Мне нравится это делать? Или взять богатого человека. У него, знаете, карманы отопыриваются, там золотые монеты. Тяжело ходить, ноги не двигаются. Давай заберем. Нет, ты что? Бремя мне нравится это. Мне нравится это бремя любви. Мне нравится это бремя богатства. Поэтому не всегда подчинение связано с заставлением. И вот этот человек, который обладает этим смирением, который реально видит, что я завишу от него во всем, и я хочу от него зависеть, и по факту я от него завишу, ну, как бы, антологически я от него завишу, ну, и он просто человек очень хороший. Да ради него, да чего угодно просто. Такая удивительная личность. Если человек этого не понимает, ну, тогда только страдать. Представляете, там открываете книгу, там написано, ты должен, и уже плохо становится. Да, ведь? А когда любимый человек говорит, тебе надо делать, хоть сколько я могу сделать. Вот таким знанием обладают люди смиренные. Они реально чувствуют его качества, удивительные качества. Это личностные качества. Бог – это не пустота, это удивительная личность. И та же Бхага Бадгита, 10 глава, 7 стих говорит, что тот, кто действительно его понял, он не может в него не влюбиться. Вопрос просто, мы его не знаем. Слишком много здесь интересных вещей, которые не дают нам узнать о нем, начиная с телефонов, которые извинят, и кончая там небом и еще чем-то. Но вот этот человек понимает, и вот у него бы спросить, слышь, расскажи мне про него. Какой он? Вот у него можно спрашивать. Понимаете? Итак, это смирение означает, человек понимает, я от него завишу все, что есть у меня, это его, и по факту, и вообще я хочу просто жить для него. Вот этот человек может не гордиться, вот он смиренный. Анекдот, не анекдот, а история. Одна история. Шли два монаха как-то по улице, где-то здесь в Анапе похоже. И они идут, вот по этой аллее, как она называется, аллея пионерская, да? Пионерский проспект. Идут, и один другом говорит, я такой падший. Он говорит, да нет, что ты, вот я-то вообще падший. И за ним идет какой-то отдыхающий, новый русский, с золотой цепью, вот как вы сказали, у того человека. И он весь такой вот, весь из себя. И эти идут, он сзади идет, а они говорят, я такой падший, я негодяя, я грешник. Он говорит, ничего себе. А от них, значит, нимб, сияние, аура. Светит. Вечером было дело, освещают аллею. Тва монаха. И говорят, я такой падший, я такой недостойный. Он так смиренно, ну, как свет, как бы его вдохновил, он смиренно спрашивает, а вы можете мне объяснить, вот как-то не могу понять, это свет идет за километры. А вы о каком-то грешности какой-то говорите. Можете мне объяснить, о чем вы говорите? Не могу понять. А ты кто? Ну, я это, из Урюпинска, главный, главный продавец в магазине из Урюпинска. Продавец этих машин. Машины продаем в Урюпинске. Есть же город такой, да? Наверное, столица, да? Он, здорово. Ты там самый, да? Говорит, самый, самый крупный магазин в Урюпинске машин. А когда ты приедешь, что там, в область приедешь, кем ты там будешь? Ну, кем? Ну, один из тем, кто вот, ну, к мэру может пригласят, все-таки, не последний человек, я в Урюпинске. А если в Москву приедешь? Ну, в Москву. Ну, в Москве-то каких-то таких, как я, на каждом рынке полно. Наверное, никто меня не узнает. Говорит, вот точно так же. Когда человек подходит, чем ближе он подходит к удивительному человеку, тем больше на его фоне он понимает, а кто он такой. Знаете, когда вот один в темноте в комнате сидишь, думаешь, ну, даже не в темноте, свет включил. Какой я, вот ты, посмотри. А вот выйди на улицу, уже как-то не так. А на демонстрацию, день победы, уже страшно. Знаете, почему в толпе страшно? Потому что, как-то я совсем уж маленький, неприятно, когда много людей. Что как-то мое достоинство чрезмерное не подтверждается. Все как-то идут, но не возле меня. Обидно вообще. Поэтому не хочется как-то в толпу. Понятно, да? И вот это их смирение, это не искусственная вещь. Это понимание и ощущение того, что они видят удивительные, удивительные качества Бога. Вот это о смирении. Теперь, как это смирение, вот это естественное смирение или абсолютное знание, которое обладает Госвами, которое дает им счастье. И такое счастье, что им не нужно, знаете, услаждать свои чувства, когда они это захотят. Они хозяева чувств. Теперь интересно, каким образом мы можем понять, что внешнее, как по внешним признакам понять, что у человека там есть это все, что он смиренный реально. Как смиренные люди делают, как они говорят, смиренные люди. Голос у них мягкий или грубый? На каком языке они говорят? На английском или на русском? Или на санскрите? Или на старославянском? Мы вот сейчас узнаем, как они говорят. Потом интересно, как они относятся к деньгам? Всегда мы очень внимательно смотрим. Да, там люди, прихожане смотрят, а куда наш этот священник? О, что-то машина у него такая, непонятно. Вот куда наши денежки идут. Очень скрупулезно мы смотрим на эти вещи. А что он одет? Куда он деньги тратит? Какой у него дом? Замечают это люди? Очень замечают. Мы посмотрим, как Госвами к этому относятся. И интересно, как он ведет себя с другими людьми. Как он наверное так летает и сверху как-то вещает. Говорит, покайтесь, грешники, хуже будет. Или как он вообще, что он с ними делает? Или он говорит, нет, нет, вот вам пирожки. Люди иногда приходят, ну вы же духовный человек, дайте мне денег. вы же добрый, правильно, вы же духовный, давайте мне денег. Как они ведут себя? Как они с людьми общаются? И скромно, сейчас узнаем. И как они к жизни относятся? Как они к Богу и к судьбе относятся? Вот несколько вещей, по которым там может быть и больше факторов, но мы разберем вот эти ключевые. и я надеюсь, что это позволит нам составить определенный портрет такого человека. А ведь нам надо такого найти. Да, ведь? Или нет? Да, как он выглядит? Что, обман же? Опять обман он. И давайте посмотрим сначала на то, как этот человек... Почему это у меня не включается? Батарейка? Нет, не угадали. не сюда, вот сюда надо, вот сюда. Не сюда. Сейчас все будет нормально. Вот сюда, вот. О чем он говорит? Мы поговорим сейчас, о чем он говорит? Потому как понять, что у человека в уме, можно, послушав его. Как говорят, дурака не видно, пока не заговорим, да? Как понять, что он дурак? Вообще же непонятно, да? Вот вчера же был, позавчера, да? Спектакль про Иванушку не дурака. Как вот понять? Он говорит, не, не, нет, нет, но по поступкам можно было понять, все-таки дурак. Окей. О чем обычно говорят люди? О чем обычно... А, давайте я историю расскажу. о том, как очень трудно... Так, вот сейчас что-то будет серьезное. Мне застыть, да? Нет, нет? Ну, да, да. Я потом попозирую, можно? Потому что я сейчас буду смущаться и буду неестественно себя вести. Потому что на фотографии хочется быть лучше, чем ты есть в действительности. однажды... то есть очень трудно контролировать свою речь. Видите? Мне очень трудно. Вот что я думаю, сразу и говорю. Вот особенно женщины это понимают. Как трудно контролировать речь. Вот скажите им секрет, и они никому не скажут никогда. Очень трудно, очень трудно, потому что там все крутится, да? Вот так, кстати, распространяется, ну, реклама как действует. Надо кому-то сказать, и скоро все узнают. Как в одном анекдоте говорилось, они могут хранить тайны коллективно. Вот. Но у мужчин точно так же. Они немножечко так как бы не говорят, но все равно оно раз и сказалось. И особенно на лекции я чуть-чуть не все говорю, но если посмотреть, что человек говорит, когда он не перед камерой, то тут можно четко понимать, чего у человека в уме происходит. И однажды в одном царстве какой-то был кризис экономический, и решили что-нибудь сократить. Какие-то расходы эти, как их называют, бюджетные расходы. И кто-то из министров предложил, а давайте монахов закроем, никакой выгоды от них от них нет. Непонятно чем, скормим только их, а вот не копают ничего, ничего нет от них. И он подумал, да, хорошая идея, подумал царь. Вызвал главного монаха, говорит, а что-то пользы от вас никакой нет, может мы вас закроем. Он говорит, да, хорошая идея, конечно, но давайте эксперимент проведем, может все-таки есть от нас какая-то польза. Они с царем решили эксперимент провести. Ну только царь мог такой эксперимент провести. Они ночью, монах, разумный человек, госплами похожий, говорит, давай, знаешь, вот ночью рано утром придем к твоим министрам и побрызгаем на них водичкой. Разбудим их резко. Так вот ради интереса. Давай, да, интересная вещь, такая-то, как это называется, флешмоб, да? Они заходят там министр обороны. Разбрызгают на него и он, знаете, на санскрите трехэтажном просто. И как вот он объяснил, вот, что он о них думает, потом спохватился, царь жиж. Ну поздно, все записали. Министр финансов, хороший человек, лежит, как ангел просто. Брызгают на него, он вскакивает, знаете, в тигра превращается. И он много узнал в эту ночь. Царь много узнал о себе и о том, что у них в умах. Он говорит, пойдем теперь к нашим. Лежат монахи, ну, пораньше чуть пришли, они раньше вставали, где-то в час они пришли, утра, и брызгают водой. Они подскакивают и каждый, кто подскакивает, знаете, со святыми именами, Бога прославляют, как-то вот это. Царь посмотрел, послушал, говорит, ну ладно, будем их кормить, хорошие люди, похоже. Хорошие люди. Очень трудно контролировать речь, очень трудно. И по речи можно понять, что внутри у человека происходит. И о чем говорит обычный человек, обычные люди? Об этом нам говорит Бхагавадгита. Они говорят всего на трех языках, обычные люди. Не в смысле французский, английский, немецкий, да? А эти языки называются, хотите записать, да, язык? Сейчас вам расскажу, где у меня. Первый язык называется язык привязанности. На санскрите называется рага. Рага значит привязанность. Привязанность. И о чем люди говорят? Вообще они говорят о себе, конечно, в основном. И о том, к чему они привязаны. Замечали такое? Кто-то говорит, ты вот, у меня машина, ты посмотри, дверь вот так вот открывается. И там вот такой мотор. И там вот это, и вот это, и вот это. И уже три часа об этом говорит. Кто-то говорит о своей любви, там, женщине или мужчине, говорит, какие у него глаза или какие у нее глаза, да? Он говорит, так, нормальные глаза. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Да, ведь? Это язык привязанности. И вот просто посмотрите, о чем люди говорят. Они говорят то, чему они привязаны. Это первый язык. Есть такое? Второй язык, на котором они говорят, это язык страха, язык беспокойства. Потому что я ведь к этому привязан. А вдруг это исчезнет. А ты знаешь, сейчас санкции. Сейчас уже на юг-то, но в Турцию дороговато ехать. Че, придется ехать в Анапу на фестиваль благость. А вдруг денег не хватит на это? Да, действительно, жизнь-то сейчас какая дорогая. или а вот старости как мы будем жить, пенсии-то сейчас уже все нету. Страхи. А здоровье? А вдруг заболеешь? А вдруг не поступишь? А вдруг, вот это вдруг, есть? Говорят люди на таком языке. Это язык страха называется. И третий язык, на котором они говорят, это когда все-таки то, что они боялись, оно случилось. Это язык гнева называется. Ты представляешь, он так сделал, она так сделала, они так сделали. Ну, разные туда оставляются местоимения. Гнев, язык гнева. Рага второе, пхая, страх, а это кротха, кротха значит гнев. Вот всего три языка, на котором люди говорят. Они все время говорят о себе, ну, или тот, кто с ним связан. Это тоже я, в принципе. они говорят о себе на трех языках. Язык привязанности, страха и гнева. И вот этот гнев еще проявляется как оскорбление. Люди вот этот гнев проявляется так же, что человек плохо говорит о других. Ты представляешь, он такой, и вот такой, и вот такой, и там уже склоняют на всех падежах его. Это язык гнева. Человек из-за гнева других критикует. вызывает в нем неприязнь. И он называет это недостатки. И один человек объяснил, в чем разница между недостатками и пороками. А, особенностями и пороками. Недостатками. Особенности и недостатки. В чем разница? Особенности, это у всех есть особенности. Но если чьи-то особенности мне не нравятся, я называю это недостатками. Классно, да? Это я придумал? Нет. Теперь как говорит человек, как Госвами будет говорить? Как смиренный человек будет говорить? Он будет говорить на языке смирения. Он будет говорить почему у меня все время это страница, вы не знаете? Да, это он говорит о не себе или даже если о себе говорит в связи с Богом. Я вам хочу сейчас почитать один отрывок речь смиренного человека. Одно из тут несколько пунктов как говорит этот человек, но один из них он говорит на языке смирения. И история случилась много лет назад, сот лет назад. Значит знаете кто такой Франциск Российский католический святой один известный человек и вот он был на уровне госвами этот человек на этом уровне находился. Однажды зимой Франциск шел с братом Львом брат Лев это его секретарь и они ходили если кто знает о франциске анцах да а у них одежды очень простые они в мешок одевались мешок знаете вот мешок из-под картошки и там раз там убираешь это вырезаешь вот для головы появилось тут вот ну вот они вот в мешковине ходили в грубой одежде грубой одежде там очень отреченные люди очень отреченные это осень представляете осень грязь там уже холодновато дождь идет и вот они идут с братом Львом по этой промозглой погоде вот в таком вот состоянии и значит однажды зимой это зимой было не осень даже зимой франциск шел с братом Львом из одного города в другой и было так холодно что они дрожали от стужи франциск позвал Льва который шел впереди и сказал ему о брат Лев дай Бог чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни классно было бы если все наши братья жили как святые чтобы все смотрели на них и говорили да вот так надо жить но запиши брат Лев не в этом радость совершенная ну и брат Лев записывает не в этом радость совершенная франциск опять позвал льва через какое-то время и говорит запиши еще брат Лев что если наши братья будут исцелять больных это неплохо ведь да изгонять бесов очень актуально будут делать слепых зрячими и будут воскрешать четырехдневно умерших запиши что и не в этом радость совершенная не в этом счастье ну тут записывает запиши еще брат Лев что если бы наши братья знали все языки все науки все писания если бы они пророчествовали не только про будущее но знали бы все тайны совести и души запиши что не в этом радость совершенная пройдя еще немного он сказал и запиши еще брат Лев овечка Божья как они обращаются овечка Божья а кто еще там говорил радость радость моя это кто Серафим Саровский они вот так видят они вот так людей видят они не как обычные люди на других смотрят запиши еще овечка Божья что если бы мы научились говорить на языках ангельских если бы узнали течение звезд это про астрологию если бы нам открылись все клады земли и мы познали бы все тайны жизни птиц рыб всех животных людей деревьев камней запиши не в этом радость совершенная и еще немного пройдя Франциск сказал и запиши еще если бы мы могли таким если бы мы были бы такими проповедниками чтобы обратили бы всех язычников веру Христа запиши что и не в этом радость совершенная но Лев конечно уже это он говорит ну а как же ради того чтобы язычников ясно дело обратить в этом же как бы счастье совершенное он говорит нет не в этом а в чем же счастье это совершенное вам интересно узнать нет а вот сейчас я вам расскажу тогда брат Лев сказал Франциску в чем же радость совершенная и Франциск отвечал а вот в чем если мы сейчас придем в этот город мы идем грязные мокрые окоченелые от холода представляете мне уже холодно стало представляю так хочется там как-то лечь в ванну там да а вы приходите мокрые голодные окоченелые от холода к воротам и попросите мы попросим пустить нас в город ночью же а привратник нам скажет эй вы бродяги вы что вы тут шатаетесь по свету соблазняя народ и крадете милостыню бедных людей убирайтесь отсюда вот так вот скажем и не отворит нам дверь и тогда и мы и не отворит нам и если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем а привратник то прав и мокрые холодные голодные пробудем в снегу и воде до утра без ропота на привратника ну вот тогда брат лев это счастье совершенное круто ведь да а в чем же счастье а счастье в том что они говорят это любовь называется потому что мы знаем что все по его ли творца происходит если он так все устроил ну видать это хорошо для меня он же плохого мне не сделает и я принимаю его принимаю то что он со мной делает потому что это его отношение хорошее ко мне я не могу не все понимаю как это хорошо ко мне но я принимаю это вот такая безусловная доверие есть стих уже на санскрите который говорит ты можешь обнять меня а можешь растоптать мое сердце не появляясь передо мной что бы ты не сделал со мной ты останешься господином которого я люблю так можно просто так сказать нет это надо настолько быть влюбленным да это же серьезная вещь и вот так говорит франциск это вот то о чем он здесь говорит и это очень возвышенное и о чем еще он говорит то есть он на языке смирения говорит он говорит на всю волю на волю бога так вот о себе поменьше прославляет других побольше он видит хорошее в других говорит это чудо конечно вы пробовали кого-то прославлять я пробовал как-то очень сложно я там провел эксперимент один социологический пришли люди они немножечко друг друга знали я говорю давайте представимся но только не вы будете представляться а вас будет сосед представлять и неожиданно оказалось что сказать то немного можно очень такие простые были фразы хороший человек характер нордический семьянин или еще что-то очень просто почему так мало можно сказать а не видно ничего я не обращаю на это внимания так вот этот человек смиренный он потрясающе он может видеть хорошее в других людях и прославлять их за это и замечать это и также этот человек говорит правду естественно так как он видит правду но при этом он говорит эту правду не оскорбляя других здесь есть стих на санскрите это бхагавадгита описано аскеза речи аскеза в речи обычно человек сильно не заморачивается что он говорит просто хочется сказать вот он и сказал все а что там с ним будет кому он это сказал это не так важно важно что я смог выразиться да так вот аскеза для речи говорит кстати за аскезу речи награждают за любую аскезу награждают святой говорит это естественным образом но те кто еще не стали святыми они практикуют это и за это их награждают так вот аскеза речи я вам прочитаю что это означает аскеза речи состоит в том чтобы говорить людям слова правдивые но приятные направленные на благо не вызывающие людей беспокойств вот 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 так выкрутиться только если я немножечко переживаю за другого человека я тогда буду так правду надо сказать но так чтобы человек не обиделся кто заморачивается по этому поводу вот эти люди они естественно так говоря также слова этого человека вдохновляют и дают силы когда вы знаете что всего что что вы записываете на диктофон это всего 10% того что идет текст это 10% того что идет от человека с которым вы общаетесь знаете про это поэтому есть разница вы вживую слушаете или книжку читаете разница есть потому что 90% это не текст который идет это идет убеждение этого человека это убедет его опыт понимаете и когда человек вот этот особенность речей такого госвами да что появляется ощущение реальность существования бога так раз вроде логически ну вроде да да а тут послушаю точно как я до этого сам знаете после лекции выходит говорит я все понял но на самом деле это не я понял это он понял я заразился от него его пониманием поэтому через какое-то время о чем речь-то была ты не помнишь не помню но помню что все хорошо было то есть немножечко дальше требуется нашей работы чтобы это в нас зашло но вот он передает опыт опыт бога и он дает силу часто вот вот этот опыт он дает также силу нам вести себя правильно знаменитая эта история про с ганди говорят это была история женщина привела своего ребенка и говорит вы можете сказать чтобы он не ел сладкое он говорит через неделю приходи через неделю он говорит не ешь сладкое а что сразу ты не сказал но не мог то есть если я сейчас вам буду рассказывать о я не знаю космических кораблях вы мне кажется заснете но если я буду рассказывать то чем я живу то есть это невозможно имитировать то есть охотник когда рассказывает об охоте тот кто ездит на машинах рассказывает о машинах он же передает все и точно так же духовный человек когда он рассказывает о Боге люди чувствуют присутствие Бога это речи и так он говорит и так же этот святой человек может говорить об обычных вещах о погоде он может об этом говорить о том как там курс доллара может об этом говорить но по необходимости это не то что то о чем он все время говорит это чисто по необходимости вам интересно вообще серьезно что ли есть вопросы нет по тому что мы говорили понятно ли о чем он будет говорить язык смирения этот человек будет говорить о Боге да этот человек будет говорить так что люди воодушевляются появляется сила у людей и он может говорить об обычных вещах на самом деле даже когда он говорит об обычных вещах это тоже как-то вдохновляет вдохновляет на духовную жизнь и меньше говорит о своих привязанностях о том что его расстраивает гнев и страхи о себе он меньше говорит ну нормально нормально но отец это же тоже там эмоциональная вещь есть значит хороший человек но не все это понимают потому что когда он вас окунет куда-нибудь в озеро страданий понимать что это мне на благо очень трудно замечали такое когда мы в Анапе поевши говорим да Господь нормально вообще нормально а когда в тюрьме и без еды вот надо и в этот момент сказать это нормально и этот на самом деле нормально но это трудно понять потому что я живу во внешнем если он мне не дал чего-то внешне вот если он делает как я хочу знаете иногда люди прибегают Бог есть кричат они слышали как будто до этого его не было если спрашивали почему он есть ну как почему он сделал то что я хочу окей то есть когда он делает то что я хочу он есть А когда он делает то, что я не хочу, значит, его нет. Вот и вся философия. Но вот Госвами он всегда понимает, что он смотрит дальше. Ну, это классно, вам повезло. Окей, отношение к деньгам. Давайте посмотрим, как этот человек относится к деньгам, благам, способностям, к славе. Эти люди могут быть знаменитыми людьми. И однажды такой эксперимент провели, гуру провел эксперимент, он спросил учеников, если вы нашли на улице тысячу евро, эти бумажечки так было перевязано, ну, здесь вот мы возле нашем пенсионате, вы гуляли, да, с моря идете, с моря, и ба-бах лежит тысяча евро, и, ну, по сотке зелененькие такие, десять штучек. Тысячи, ну, давайте десять тысяч. Я понимаю, у вас слишком мало тысячи евро. Десять тысяч. Хотя бы можно купить что-то, да? Ну, сапоги, я не знаю. Тысяча как-то ни туда, ни сюда, да? Десять тысяч лежит, и бантиком завязано. Он спрашивает у своих студентов, что будем делать-то? Один говорит, Господь послал, надо брать. Это же для меня, это же мое, да, первая реакция, надо брать и радоваться, надо же, он все-таки есть, все-таки он есть. Вот, он говорит, негодяй, неправильно. Второй говорит, ну, чужое, не надо брать, это чужое, грех. Это мне не принадлежит, поэтому брать не надо. Где это, в Кашмире, лет сто назад еще был такой закон, там никто, это в Индии, Кашмир, часть Индии, там никто никогда не воровал, потому что если кто-то возьмет чужое, ему отрубают руки. И поэтому там, если что-то даже потерял, через месяц придешь и будет на том же месте лежать, никто не возьмет. А он говорит, неправильно. И третий, третий, ну, я бы взял эти деньги и нашел бы, кому они принадлежат. А вот эти три ученика, это три отношения к богатству. Первый говорит, ну, чье, ничье, значит, мое. Чья это философия? Ну, это же ничье, вот так вот посмотрел, никого нет, значит, мое. Солнце чье? Значит, мое. Звезды чьи? Мои. А люди? Чьи вы люди? Ничьи. Мои. Я могу с вами вести, как мне хочется. Вот это человек, и, соответственно, который живет в гармонии с собой полностью, полная гармония, и все для него, он прям в центре, он находится в центре, пуп прям такой, и вокруг все его, вот, это одна философия. И это называется Гудаса, да, притом в экстремальном варианте. Если этот Гудаса немножечко приличный человек, и он что-то нашел, он спросит, а сколько процентов мне надо отдать? Это мое, конечно, но я понимаю, законы какие-то, сколько тут, 25 процентов надо оставить, ну, бог с вами, а остальное мое. Мои. Это хотя бы прилично немножечко, да? Но если человек немного дальше идет, немного дальше, он говорит, это не мое. Поэтому мне нужно от этого, это не надо брать, отречение. Это люди, которые понимают, это не мое, они начинают отрекаться от этих вещей. И третий вариант, он говорит, это не мое, но это же чье-то. Мое. Поэтому что мне надо с этим сделать? Взять и вернуть тому, кто его потерял. Вот это третий вариант, это го с вами так поступает. Немножечко из жизни, когда человек становится на духовный путь, ну, каждый из вас уже встал на этот путь, то он начинает понимать, что когда я использую вот эти способности мои, когда их много-много вещей, да? Это же все затягивает. Если у вас 20 комнат дома, да? Это же пока помоешь все. Некогда будет и молиться просто. Да? Ну, вот, говорит, наймем кого-нибудь, но для этого надо работать больше, чтобы кого-то нанять. Да ведь? И вы немного начинаете понимать, что чем больше у меня вещей, чем больше у меня этих разных потребностей, тем больше мое сознание рассеивается. Есть такой эффект? Помогает это духовной жизни? Нет ведь? Некогда просто. Это человек, который становится на духовный путь, начинает доходить. Мне надо как-то сокращать. Ну, может быть, не сразу все в сапоги выкинуть, да? Ну, может быть, хоть больше не покупать. Ну, больше двадцати одной пары не покупать. Согласны? Если у вас много денег, деньги что сделают у человека? Планы появляются. Как их можно потратить? Да ведь? Как бы не мы управляем деньгами, а деньги управляют нами. Они нами манипулируют просто. И если человек немножечко духовностью занимается, он начинает понимать, надо как-то меньше, есть надо меньше. Хотя вас вдохновляют, там есть побольше, но это отражается на том, как вы слушаете сейчас. Понимаете, да? Согласны, да? То есть человек, становшийся на духовный путь, у вас хорошее пищеварение просто. Вы йогу делаете, наверное. С деньгами это не связано, что ты меньше, что больше. Деньги влияют. Нет, нет, у всех своя цена есть. Для кого-то там 10 тысяч евро – это обычная сумма, он себя нормально чувствует. А кому-то дать? Он умрет просто. Он просто умрет от радости. Он у него выключится там все, он перестанет соображать. У каждого свой предел есть. Я к чему это все говорю? Что обычные люди, которые становятся на духовный путь, они начинают сокращать свои потребности, потому как это им мешает духовной практике. И это правильно, это правильно. Если вы посмотрите, то все духовные практики, они говорят, надо совершать аскезу. Это и есть сокращать. Но если человек уже достиг совершенства, у него уже сердце чистое, уже ничего не может осквернить, на него это не влияет, если он полностью чистый и счастье внутри испытывает, он-то как относится к богатству? Два варианта, один вариант, он полностью от этого отрекается, его это не интересует, вообще не интересует. И он живет где-то в уединении, ну чисто есть, покушать там, зонтик есть, чтоб солнце не светило, он живет вот в таком состоянии и занимается там внутренней жизнью. Это один вариант. Таких вы не видели, они сюда не приезжают, они живут там. А второй вариант, этот человек, он на самом деле еще более возвыше. Этот человек смотрит и понимает, это все не мое, и поэтому мне надо все это взять и использовать для того, чтобы выражать свою любовь тому, для кого я живу. джунгли, обезьяны прыгают, тигры иногда в гости приходят. Он вот очень отреченный человек. У него ничего нет, живет под деревом, живет под деревом. У него маленький алтарь, он поклоняется Богу на этом алтаре, молится ему, пишет книги, которые прославляют его. Иногда ходит кушать, кушает через день. Чтобы покушать, надо туда пойти за несколько километров, километров 15, где люди живут, попросить у них подаяния. Вот так живет человек, они дают ему муку, из этой муки он делает шарики из теста и кидает их в огонь. Они обугливаются, он счищает этот уголь и берет маленький-маленький кусочек хлеба, который там остался и ест его. Вот так живет аскетичной жизнью, при этом счастливой жизнью внутренней этот человек. И неожиданно по этой вот реке Демуни проплывает баржа, полная соли, дорогая соль раньше была. Какой-то купец едет в Агру, чтобы продать эту соль. Его звали Рамдас Вишвас, его звали, и Капур, Рамдас Капур, его звали. И тут эта баржа застревает перед этим холмом, на которой жил этот святой. Застревает, и очень неудачно, потому как солнце садится, а там же хулиганы могут ограбить. А если еще и треснет эта баржа, соль-то вымоется водой. Купец обеспокоен, стал говорить на языке страха, что делать. Ну такое вот беспокойство, неожиданно какой-то мальчуган прибегает к нему. Говорит, дядя, что проблемы, тут вот на горе святой живет. Святые помогают, говорят, сходи, может поможет. А у того какие варианты, выхода нет, идет к святому, от того свет. Он спрашивает его, что мне делать. Знаете, что он ему сказал? Молиться надо, молиться. Но так он ему сказал, с такой верой, с такой убежденностью. Говорит, а что, все по воле Бога происходит? Ты его попроси, если он посчитает нужным, он тебе поможет. Какие проблемы? Он говорит, что правда, что ли? Ну да. Ну ладно. Подходит к алтарю, кланяется и говорит, ну он же торговец. Он говорит, знаешь, если что, за мной заржавеет. Ты мне помоги. Если я там все хорошо продам, я тебе помогу, то ты живешь тут в лесу. Я тебе построю что-нибудь. Как только он это сказал, неожиданно баржа снялась с мели. Он говорит, вот это правда, Бог есть, оказывается. Прыгнул в баржу, чтоб не уплыла без него. В Агре продал эту соль в два раза больше, чем он планировал. Не остался в долгу. Огромный храм. Он приходит к этому святому, а тот на повязке под деревом эти шарики ест, недогорелые. Он приносит ему сундук с деньгами. Это тебе. Он говорит, шарики свои. А зачем? У нас все нормально. Он говорит, хорошо, берем. Не для себя, для него. И он строит огромный-огромный храм. Если вы приедете сейчас в Бриндау, этот храм до сих пор есть. И он сделан из красного песчаника. Это был стратегический материал. Только Акбар в Дели строил для себя дворцы из этого камня. И храм до сих пор есть. И что этот Саната Нагасвами? Продолжал есть эти шарики. Продолжал жить под деревом. А для Бога сделал огромный храм. Вот так ведут себя Госвами. Вот так ведут себя Госвами. И недавно я тоже читал в газете. Один такой Госвами, отреченный человек. Знаете, собирал денег. Но собирал пару миллионов долларов. Зачем? А алтарь хотел сделать красивым. Живет где-то там на подстилке, спит. Ну, в каких-то простых условиях. Но он понимает, люди придут. А там красота. Глядишь, мысли придут к ним в голову. Может, Бог есть все-таки? Так красиво. Для них старался. Для того, чтобы они могли понять. Поэтому эти люди, к ним могут приходить богатство. И люди на самом деле приносят им богатство. Ведь они привлекательны своими качествами. Привлекают людей. Естественно, хочется что-то для них сделать. И для того, чтобы помочь этим людям. Он берет у них эти богатства, их способности, их услуги. Для того, чтобы занять это служение Богу. Но если он возьмет это для себя. Вы знаете, что когда мы берем подарки, мы становимся должниками тех людей, которые мы берем. Знаете про это? И нам надо сделать то, что они от нас хотят. Попадали в такую ситуацию? Вам что-то дают, и вы чувствуете, что я ему что-то должен. А представляете, если он не хороший человек? Он же что-то нехорошее от вас хочет. А вы должны ему. Но иначе не берите. Понимаете? Если взяли, не сделали, что он хочет. Следующая жизнь надо будет отдавать. Понимаете? Поэтому, если вы берете у хороших людей, которые говорят, вот ты возьми, я тебе дам. А вот три дня попостишься. Хорошо для здоровья. Ну ладно, я готов. Хорошая вещь, когда хорошие люди дают нам что-то. Они побуждают нас на хорошие дела. Но если ты не хороший человек, мы же берем карму этих людей. С подарками, имейте ввиду. Подарки. Я сейчас не про бизнес, не про магазин. В магазин мы деньги дали, и все, конец. Но когда вы берете подарки, означает, что вы в долгу. Так вот, этот святой человек, он берет эти вещи и не для себя тратит. Тогда никаких последствий. Тогда этот человек получает полное благо. Это я к тому, что у этого Госвами могут быть богатства. Могут быть много богатств. Он может принимать подарки. Но надо посмотреть, куда он их девает. На что он их тратит. Конечно же, у него есть штаны. Потому что без штанов тут милицию заберут. Вот. Но, как бы, есть ограничения определенные. То есть этот человек живет простой жизнью. А огромные богатства и свою славу. Слава может быть у него. Но он эту славу использует тоже для того, чтобы как-то людям помогать. Не знаю, ясно вам стало как-то понятнее немножечко, да? Конечно же, сходу это невозможно. Я хочу сказать, что во все эти качества надо наблюдать за человеком. Так же, как кто-то замуж выходит или женится. Люди должны как-то посмотреть. Это же не за секунду решается. Надо наблюдать за человеком. Отношение к людям. Давайте посмотрим, как это к людям относится. Обычный человек к людям. Как обычный человек к людям. Вот я обычный человек. И я смотрю на вас. Если кто-то не слушает мою лекцию, кому-то неинтересно, ну, как-то меня это не вдохновляет. Я понимаю, ну, враги. Вы не понимаете, что значит быть лектором, а вас не слушают. Вы не понимаете. Это специальный ад есть. Куда попадают невнимательные слушатели, туда попадают. Специальный ад. Где вам приходится давать лекцию, а все ковыряются там в своих телефонов. А, я даже думаю, этот ад на земле есть. Это современные школы. Я однажды давал в университете лекцию. И я, конечно, я такого не привык. Ну, то есть я вообще привык. Люди слушают меня, да? Как-то, ну, да, кивают, говорят, хорошо. Но я давал лекцию в университете. Я всю свою вот эту вот историю и танцевал, и пел. Лишь бы они меня слышали. Они как-то, ну, что-то мужик танцует. Это его проблемы. Вот это ад, да. И если... Ну, может, им тема была неинтересная, я не знаю. Я говорил им. Какие-то морали какую-то читал. И, может, какие-то другие вещи интереснее были. Математика, допустим, или алгебра. Это была не алгебра. Вот. И обычный человек, если кто-то для него что-то делает приятное... Приятное означает делает... Вот у меня есть какие-то ожидания. И если мои ожидания выполняются кем-то, то я говорю, это хороший человек. Да ведь? Кто такие хорошие люди? Это те люди, которые со мной хорошо относятся, здороваются со мной, дают мне пирожки, вот, не обижают меня. Хороший человек. Согласны? Если этот друг хороший человек неожиданно стал делать что-то неприятное для меня, ты говоришь, ну, знаешь, как испортился-то, а? Время-то что сделать с людьми-то, а? Он становится нехорошим человеком. Итак, для обычного человека есть хорошие люди и нехорошие люди. И часто эти хорошие и нехорошие меняются местами. Был хорошим родственник когда же, да? Ты знаешь, родственник, а стал нехорошим. Так смотрят обычные люди. Кто-то обижает меня – плохой человек. И для кого-то вы, кстати, хороший человек, и вы же для кого-то плохой человек. Согласны? Но вы-то не меняетесь. Вы же тот же самый. Но кого-то вы что-то не сделали, а кому-то что-то сделали. Как смотрит этот Госвами? Он смотрит, смотрите, так как он не ищет счастья от чувств. Получается, я как делю людей? Кто-то приятное для чувств моих дел – хороший человек. Но если я в этом не ищу счастья, то получается, это не мерило, хороший он или плохой. Согласны? Я смотрю туда глубже и вижу, что он оказывается родственник. Часто мы хорошее и плохое смотрим. В смысле, приятное для чувств, неприятное. А он смотрит. Из-за этого не видим, с кем мы общаемся. Мы не обращаем на это внимание. Он смотрит туда дальше и видит, что все мы из одного корня растем. Представляете? Вот мы все в Азии, да? Вот если вы посмотрите, у нас стебель у каждого. Этот стебель уходит туда вниз. Мы все дети одного отца. У нас у всех одно отчество в паспорте. Богович. Ну, проверьте на всякий случай. Одно отчество. Но сейчас не замечаем. Потому что неприятно для чувств. Не слушает ему лекцию. Нехороший человек. Хороший человек. Теперь дальше смотрим. Этот человек является другом, другом всех живых существ. У него нет врагов. Он никого не считает своим врагом. У него не делит людей на русских и нерусских. Кошек и собак. Людей и нелюдей. Он смотрит туда и видит жизнь. Там есть сознание. Мы все родственники. Как к родственникам надо относиться? Очень хорошо. Потому что этот родственник связан с тем, в кого я влюблен полностью. Как вы знаете, приходите. Вот вы влюблены. Приходите домой к тому, кому вы влюблены. А там собака живет. Кошка живет. Кошка такая мяу. И толстая такая. Толстая кошка. Противная невероятная. Хорошая, говорят. И вот как вы заходите туда. Кошка на диване. И вы что, ее за хвост? Вы аккуратны с этой кошкой. Потому что эта кошка очень дорого человеку, в которого вы влюблены. Говорит. Ой, какая кошка хорошая. И человек, в которого вы влюблены, что делает? Радуется. Правильно. А если вы ее за хвост? Говорит. Я тебя так люблю. И кошку за хвост. Как человек реагирует? Он говорит. Иди отсюда. Это моя кошка. Что ты с ней делаешь? Это же я. Это продолжение меня. Не может быть так, что человек влюблен в Бога и кого-то за хвост. Кого-то кусает. Кого-то говорит. Враги. Такого не бывает. Если он так реагирует, то интересно, а что за Бог у него, похоже, не тот. Либо он ничего не понимает. И так этот человек не имеет врагов. У него нет врагов. Кто-то может считать его врагом своим. Но он никого не считает своим врагом. И когда он смотрит на других людей, он излучает вот это вот, что уважительное отношение, уважительное отношение ко всем живым существам. Это то, что он чувствует реально. Это нельзя имитировать. Тут недавно мы вспоминали историю, так как Пасха, да, недавно была. Историю про Иисуса Христа. Один эпизод из его жизни, когда фарисеи, книжники, они решили, они хотели его компрометировать. Они же не сразу хотели его убивать, да. Они хотели поймать его, что он ошибочно как-то проповедует. И они интересную ему задачку задали. Поймали какую-то женщину, которая изменяла своему мужу, и потащили ее. И народ, толпа, по законам, ее нужно было закидать камнями, чтоб неповадно было другим, и чтоб она могла очиститься от этого греха. Так по их законам это значит. Она в страхе, в истерике, ее тащит. И тащит ее туда, где и сидит Иисус. Ну, он на ступеньках храма сидел. Они принесли, притащили ее туда и спрашивают. Скажи, учитель, по законам мы должны ее убить сейчас. А твое какое мнение? И он чувствует, что эти люди не хотят правды. Они просто хотят его как-то поймать. И он даже не смотрел, не смотря им в глаза, вон что-то там на песке, там разные версии, что он писал на песке. И он, не смотря на них, он спрашивает, кто из вас не без греха, пусть первый кинет в нее камень. И так он сказал, ну, знаете, с пониманием. Они почувствовали, тут не скроешься, не обманешь. Как-то все серьезно. И у кого-то зазвонил телефон, кому-то надо ребенка было из садика забрать. У кого-то еще что-то, у кого-то еще есть. И вот, глядишь, никого не осталось вообще. Одна эта женщина. Не то, что она была святая, она была падшая, грешная. Она совершила неправильный поступок. Она была достойна этого наказания. Она осталась одна. Он посмотрел на нее. Он посмотрел на нее так, не как все люди на нее смотрят. Люди на нее как смотрят? Либо с привязанностью к ее телу, к ее какому-то качествам, либо с ненавистью за то, что она падшая женщина. А он в ней что-то увидел не то, что все видят. И она это почувствовала, что он смотрит на нее куда-то глубже. Смотрите, если у вас какое-то горе, у вас что-то не получилось, и кто-то приходит, вас успокаивает, и говорит, ты хороший, у тебя получится. Но если он это не имеет в виду, то вы ему не верите. Согласны? Вы понимаете, он что-то пустые слова говорят. Если он вас не верит реально, то вы ему не поверите. И вот в нее никто не верил. Ну, слишком падшая. Но он увидел в ней ее природу. А по природе мы все хорошие. Представляете? Мы все хорошие по природе. Он ее природу увидел. И в его взгляде было понимание ее природы. Она говорит, ой, вот это да, ко мне так никто не относился. И он сказал ей, что иди и больше никогда так не делай. В смысле иди еще занимайся этим, потом приходи, я тебя опять ну как бы прощу. Такого не было. И так ее пробило вот это отношение, что она стала его последовательницей. Да? Она пошла за ним. А? Она это, да? Мария Магдалина, да? Изменилась, кем она была и кем она стала за счет взгляда этого человека. Он посмотрел на нее так, как никто не смотрел на них никогда. Он увидел в нее хорошее, то изначально хорошее. И она захотела стать тем изначальным хорошим, кем она является. Это же серьезно, да? Вот так он относится к людям. У него нет друзей, врагов. Он не говорит, наша религия, ваша религия, там, та конфессия, эти русские, нерусские. Это животные. Там нет души. А это что такое? Это не душа? Вот. Такой взгляд. Как внешне проявляется, как внешне проявляется его такое отношение? Хорошо, у него есть вот такое отношение к людям. А внешне как это проявляется? Ну, по взгляду непонятно. Каковы действия? Давайте я вам расскажу, как по действиям можно понять. Обычный человек, если ему кто-то нравится, что он начинает делать? Он начинает исполнять желание того человека, который ему нравится. Притом даже не думая, а принесет ли это благо ему или нет. Согласны? Это обычный, совсем уж глупый человек. Немножечко, который соображает, да? Он понимает, ну, наверное, если ребенок просит, можно я из лужи попью, да? Можно, конечно, из любви разрешить ему попить из лужи, но потом ему будет хуже. Может, не надо это делать, да? Он немножечко начинает, говорит, может, тебе лучше газировки попить? Да? То есть человек более разумный, если он кому-то хочет выразить свое уважение или какое-то хорошее отношение, он начинает смотреть, какие вещи ему дать, которые принесут ему благо. Если человек еще более разумен, вот этот святой человек, он начинает вести не просто, чтобы ему принесло благо, вот это сиюминутное благо. Он смотрит о том, а как бы это его придвинуло, пододвинуло к тому, чтобы этот человек стал ближе к совершенству. То есть как хорошее отношение будет проявляться к другим людям? Он будет вести себя так, чтобы приближать людей к Богу. И это будет по-разному выглядеть. Если это его ученики, ну люди, которые доверяют ему, он может даже ругать этих людей, они позволяют ему, они готовы к этому. Если это не его ученики, он будет смотреть, а как вести с ними так, чтобы они приближались к Богу? Совсем по-разному. Где-то он простит, где-то он уйдет, но все, что бы он не делал, этот человек будет делать так, чтобы это приближало тех, с кем он общается, к Богу. Вот это улавливаете, да, понятно? Вот. И еще у него есть такая особенность интересная. Он очень, как это называть, креативный в том, чтобы людей к Богу приближать. Очень креативный. Я одну историю такую креативную расскажу сверх проповедника. Это из Пурана история о Нараде Муне. Нараде Муне – это персонаж многих историй. И однажды он попал в гости к одному бандиту. Бандюга там промышлял разбоем. Он шел по дороге, этот святой, и бандит выскочил. Как это водится. И говорит, деньги или кошелек? Деньги, то есть жизнь или кошелек? Нормально как-то. Совет говорит, денег нет. Значит, жизнь отдашь. Он говорит, хорошо, но вот я тебе хочу один вопрос задать. Знаете, философский. Вот скажи, ты же это для родственников стараешься, ты же не для себя, правильно? Говорит, ну да, семья тут надо содержать. Я же не для себя ворую, правильно? Если бы для себя, то понятно, грешник, но не для себя ведь, для семьи. Говорит, а ты узнаешь, сходи у своей семьи, они готовы, ты же знаешь, что потом придется расплачиваться за все это. Ты спросил у них, узнай, они с тобой пойдут, ну как-то, на ипотечные планеты? А он говорит, ну сейчас пойду. Конечно, они меня так любят, они меня так любят. Он приходит к своей семье и спрашивает, вы же меня любите? Говорит, очень любим тебя, конечно. А вы пойдете со мной на ипотечные планеты? Знаете, надо же расплачиваться будет за ипотеку-то. Мы сейчас в долг живем, я у людей беру, в должниках. Говорит, это твои проблемы. Твоя обязанность нас кормить. А как уж ты это зарабатываешь, твои проблемы, сам разбирайся. И он не ожидал как-нибудь такого поворота. Печальный приходит к Нарде, ему не спрашивает. А что делать-то теперь, а? Что делать? Как долги-то отдавать? Как грех-то с души снять? И он говорит, молиться надо. Так как дело было в Индии, и там имена на санскрите. И у Бога много имен. Даже у вас много имен. Кто-то говорит, дорогая. Кто-то говорит, еще что-то. Кто-то говорит, по имени-отчеству. Кто-то говорит, мужик. Кто-то говорит, еще что-то. Согласны, да? Один человек. Много имен. Разные качества описаны. И он говорит, тебе надо молиться. Повторять имя Рама. Рама значит источник радости. На санскрите Рама. Источник нашей радости, источник его Бог. Повторяй Рама. А он не смог выговорить Рама. Настолько греховный человек, у него язык... Вот вы выговорили, я вижу, да? Все нормально, значит, у вас. Любой русский человек, читая буквари, он говорит Рама. Ну, нормально, Рама. Мама мыла Раму. Но он не мог произнести это слово. И Нарада Муни, конечно, у него, а что делать? Как помочь человеку, думаю. Он говорит, тогда я вот вижу, ты все время с смертью связан. Тогда повторяй смерть. И на санскрите смерть значит Мара. Мара значит смерть. Мара можешь сказать? Да, Мара. Вот и повторяй Мара. Мара, и потом Рама. Этот человек, очистившись, стал автором Рамаяны. Это в Альмике. Автор Рамаяны эпоса. Был кем? А почему в Альмике? Потому что пока он Рама повторял, муравейник вокруг него появился. В Альмике, значит, муравьенок. Значит, тот, кто в муравейнике живет. Долго повторял, не быстро произошло. Грехов много было. Это я историю к тому, что сообразительный. Он думает, как или иначе помочь этому человеку. Вот у него желание 20 сапог иметь, 21 хочет. Как ему помочь? С чего ему начать духовную жизнь? Вот сообразительный. Вот эти Госвами очень сообразительные. И последнее, о чем мы поговорим, как этот человек относится к Богу, как он относится к судьбе. Это синонимы. Потому что все, что с нами происходит… Давайте сначала о судьбе. Что такое судьба? Судьба – это череда событий, которые ждут нас в этой жизни. Нормальное определение? Череда событий – это судьба. Сейчас лекция, потом вторая лекция – это судьба. Потом еда, потом море. То есть череда событий – это судьба. И, соответственно, когда к человеку приходит судьба, как обычно человек реагирует на события, которые происходят в его жизни? Как он реагирует? Радуется, когда это приятно для его чувств, и начинает печалиться, когда что-то не получилось, как он хотел. И он начинает обижаться на судьбу. Что он начинает говорить? За что? Потом, кто виноват? Рядом кто? Они виноваты во всем. Я такой неудачник, мне не повезло. Вот люди как люди, а у нас ничего нет. Да? Вот это все называется… Человек робщит на свою судьбу. Да? Откуда судьба-то взялась, знаете? Откуда эта череда событий взялась? С прошлой жизнью, да. То есть мы когда-то что-то сделали… Кто-то мне недавно рассказывал историю, не помню подробностей. Уже ладно. Ну, одним словом, идея такая, вот почему они со мной такой… А, вспомнил. Значит, две женщины, такие активные женщины, решили открыть магазин. То есть одна мечтала, а у второй уже был опыт, у нее уже несколько магазинов. Говорит, давай я тебе помогу, давай вместе откроем магазин. И вот эта вот неопытная, да, она там взяла кредит, да, вот, стала уже покупать все. Она договорилась с людьми, надеясь, что вот эта опытная ей, ну, как бы поможет, и она половину суммы даст. И в самый ответственный момент вот этот опытный человек неожиданно куда-то исчез. И все зависло. А та уже настроилась, та уже представила себе, как она будет повелительницей магазинов. И вот тут все раз и обломалась. И ей очень обидно, она же поверила ей. И она спрашивает, пишет мне письмо, говорит, за что такое мне вот Бог устроил? Знаете, за что? Чтобы потом так не делать. Раньше просто она с кем-то такое сделала, но не понимала, что человеку больно, да? Теперь ей сделали с ней такое, чтобы она понимала, как это выглядит. И в следующий раз так не делала. Вот для этого это сделано. Но как человек реагирует? Ах, вы так со мной, да? Если вы со мной так, ну тогда я вот так. В детстве, у меня было золотое детство, тоже пионерлагерь приехал как-то, и мои тапочки утащили. Я нашел человека, который взял мои тапочки. Я говорю, а почему ты взял мои тапочки? Но мой язык тоже кто-то взял? Железная логика. Если я страдаю, но я теперь имею право причинять боль окружающим, правильно? Ну а со мной вот так. И я тоже сейчас живем всем. И что происходит дальше? Дубль два. Опять магазин. Опять кидают. Еще больше денег. И так еще больше. Поэтому то, что приходит судьба, это Бог устраивает. Для того, чтобы дать нам почувствовать то, что чувствовали те, с кем мы так делали. Как мы детей воспитываем? Знаете, ребенок, он делает, он играется там в песочнице, и кого-то мальчика кирпичом по голове деревянным. Ба-бах. Как мама реагирует? А тебе сейчас когда? Хочешь? Он, нет, нет. Бах. Еще надо? Нет. Больше так не делай. Да ведь? Та же самая тема. Что, мама ненавидит ребенка? Нет. Она хорошо к нему относится. Но если она его не научит, то потом будет еще хуже. И вот обычный человек этого не понимает. Поэтому, когда судьба что-то с ним делает, он начинает гневыцинает. Он начинает завидовать. А почему они так живут? Я все делаю хорошо, у меня плохо все. Почему я женщина или почему я мужчина? Почему законы гравитации такие? Они не должны быть такие. Он возмущается постоянно. Почему тело болеет? Оно не должно болеть. Оно не должно умирать. Все должно быть так, как я хочу. И как обычно, как святой человек на это реагирует? Святой человек, Госвами, на это реагирует таким образом, что все это справедливо. И мало того, что это справедливо, что это все мне на пользу, для того, чтобы я мог еще больше приблизиться к моему Богу. Вот такая реакция у человека. Это невозможно имитировать. Конечно, нам рекомендуют так думать, но это всегда сложно. Вот Госвами всегда вот так думает. На самом деле это правда. Это действительно так. Это все забота о нас. А внешне как проявится, что он так думает? Так-то из нас каждый может сказать, ну, милость Бога, понятно. Знаете, сжав зубы так. Милость Бога. Ненавижу. Извините. Как внешний человек будет такой вести себя? Этот человек внешне будет вести себя следуя законам Бога, что бы с ним ни случилось. Этикет. Обычный человек, когда что-то происходит, что-то нехорошее для него, ему кажется, он начинает гневаться и забирать чужие тапочки. Я тоже так вот поступлю. Человек немножечко соображающий. Он понимает, ну, окей, сейчас плохо, но если я буду дальше так делать, будет еще хуже. Поэтому я буду вести себя прилично. Какие мои там обязанности? Давайте я буду вести себя согласно своим обязанностям. Человек святой, он не просто, знаете, сжав зубы, говорит, ну, он еще это с радостью принимает. И он добровольно это делает. Вот есть такой важный момент. Если нас заставляют страдать, то это не аскезы. Вы знаете про это? Если вы вот пришли, и там горячей воды нет в номере, у вас выхода нет, то это не аскезы. Аскезы, когда человек добровольно что-то делает. Ну, так как мы вспомнили про Иисуса Христа, давайте еще одну историю про него расскажу. Когда он, вот это последний вечер, знаете, вот это вот, перед тем, как его должны были поймать эти люди, и он знал, чем это все закончится. И вначале он молился Богу, да? Помните? Пусть эта чаша минует. Ну, кому хочется такие страдания? Это же больно, физическая боль, да? А потом что он говорит? Но для тебя все, что угодно. Это любовь называется. Любовь означает жить счастьем не своим, а его. Такое у него отношение к Богу. Теперь смотрите. Пришли эти, значит, стражники. И, ну, Иуда их там привел, навел там, все показал. Значит, поцеловал его вот этот человек, вот тот, кого вам надо взять. И смотрите. Ведь он мог, первое, убежать. Мог убежать? Второе, его последователи забили бы этих стражников. Они уже стали защищать, там, одного убили, там, а, и ухо отрезали. Ухо отрезали. Они бы их там замочили просто. Всех. Ну, у них и там полномочия есть, и силы, их там много. Они бы убивали их всех. Что он говорит? Стойте. То есть он добровольно, понимаете? Он добровольно отдал себя в их руки. То есть, когда человек добровольно, сознательно начинает делать то, что его долг. Вот это называется принятие судьбы. Он принимает обстоятельства вот такого воли, вот такая судьба. И я в этой судьбе добровольно буду делать правильно. Да, вот тапочки мы утащили, но я не буду чужие, блин. Вот это называется, как Госвами себя ведет. И он может не понимать, почему вы так с ним сделали. Но раз он хотят от него твориться, чтобы он вот этот долг выполнял, зачем же такое сделали, знаете, с ним? Чтобы на его примере показать, что такое настоящая любовь. Это на что человек готов ради своей любви. И уже две тысячи лет прошло, а люди вдохновляются, правильно? Что они говорят, люблю Бога, люблю Бога. Правда, нет? А ты готов отказаться от сигарет ради него? Нет. Ну что это за любовь тогда? Слабо? Надо растить тогда, растить. Нужен гуру, у которого есть такая любовь. И спроси тебе, а с чего тебе начать идти в том направлении? Окей. Ну, давайте я подведу итог. У нас время заканчивается. И мы говорили о том, как ведет себя Госвами. И сначала мы говорили о его философии. У него совсем другая философия. Это философия смирения. И смирение означает, что я не хозяин того, что на мне есть. И я не тот, кто заказывает законы. Законы зависят от него. И он мне выдает эти вещи, которые на мне висят, для того, чтобы я этим пользовался. Человек, который понимает это внутри, он еще также понимает, что помимо того, что я ему всем должен, при этом он еще удивительное существо. Поэтому я с радостью буду брать то, что он мне выдал, для того, чтобы выражать свою любовь к нему. Вот так живет Госвами. Это его менталитет. И это чудо, это вообще очень высокий уровень сознания. Хорошо бы это обрести, такое понимание. Это он видит правду, реальность. Как это внешне выглядит? О чем он говорит? Он говорит на языке смирения. Обычные люди говорят о себе, на языке страха, привязанности и гнева. Этот человек говорит о своем положении, о положении Бога, о любви к Богу. И когда он говорит, люди передают опыт существования Бога. И он может говорить об обычных вещах, но это не цель его, это не то, о чем он говорит постоянно. Как он относится к деньгам и благам? Обычные люди, они хватают и говорят, мое. Он говорит, не мое, и он занимает это в том, чтобы служить Богу. Вот. Тело поддержать, потому что тоже, собственно, надо смазывать механизм, потому что иначе он не будет работать. Но цель его, все эти богатства, все этих людей, которые приходят к нему, помочь им быть, занять их в том, чтобы служить Богу. Отношения к людям очень хорошо относятся. Даже если они его гвоздями прибивают к кресту, продолжают почему-то хорошо относиться к ним. Потому как он не смотрит на них с точки зрения, приятно они мне делают или неприятно. Он смотрит их суть, а суть родственник. Надо же. Он может сострадать им, но никак нет ненависти у этого человека. И внешне это проявляется, что что бы ни было рядом, кто бы ни был рядом, он старается вести себя так, чтобы помочь этим людей быть ближе к совершенству. Одним, с одним говорит о погоде, потому что надо с чего-то начать говорить. Кому-то дают наставление, кому-то говорит, знаешь, надо благость, кому-то говорит, ну, хватит ерундой заниматься. Ну, по-разному, по-разному. Но идея такая, чтобы человека вверх вести. И нет ненависти, еще раз, да? Отношение к Богу и судьбе. Он говорит, все справедливо, все справедливо. И поэтому, что бы со мной ни происходило, а я все равно буду правильно поступать так, как хочет он. Вот это Госвами. И так он себя ведет. И завтра мы с вами поговорим, как же найти в России таких людей, с чего начать. Ну, у нас на земле такие бывают вообще, или они жили раньше. Я вам расскажу завтра, как же таких людей найти. Несколько практичных шагов, как это сделать. До завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ БОВО. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СВержанты АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...